Всех приветствую на своем канале! Сегодня свой обзор я хочу посвятить игрушечной копии автомобиля Porsche 906 Carrera 6, который производился на Острецовской фабрике металлических игрушек предположительно с 1972 года и до начала 90-х годов. Реальный автомобиль Porsche 906 Carrera 6 Coupé производился в 1965-1966 году на немецком заводе компании Porsche. Порш. Разработан он был племянником основателя этой компании Фердинандом Пьехом. Первое выступление этого гоночного автомобиля класса Deluxe состоялось в 1966 году на 24-часовых гонках в Дайтоне, где машина финишировала шестой. Porsche 906 стал первой моделью марки, форма кузова которой доводилась в аэродинамической трубе. В итоге легкая и мощная машина могла разгоняться до 280 км в час. Игрушечная гоночная машина от Острецовской фабрики игрушек была скорее всего не собственной разработкой данного предприятия, а ремейком британской масштабной модели от Corgi Toys. Английский Porsche по качеству исполнения на голову выше советской копии. Это касается как литья и покраски модели, так и более высокой деталировки и стилизации корпуса. Кроме того, в английской модели была еще фигурка гонщика. Советский Porsche был также сделан почти полностью из металла. Пластиковыми частями были фары, сиденья, руль, желтое остекление и колеса. Днище игрушки было без какой-либо ходовой части и лишь немного был выступ сзади имитирующего хлопную трубу. На днище кроме логотипа завода и цены больше ничего не было, потому распознать в этой игрушке Porsche было под силу только опытным коллекционерам. Спасибо им за это, так как теперь мы хоть примерно знаем, с какой иностранной модели была скопирована эта гоночная машина. Качество литья ухудшалось течением времени, и если на самых ранних моделях детализация корпуса была близка к иностранному аналогу, то в более массовый период машина выглядела очень грубо. Покраска и в ранние и в поздние периоды не отличалась высоким качеством, потому встретить в продаже Porsche без единой царапины или скола практически невозможно сегодня. Стоит отметить, что машинка довольно прочная по конструкции и спокойно может выдержать падение и умеренную детскую игру. С течением времени игрушка менялась внешне. На сегодняшний день известно о четырех вариантах исполнения данной игрушки. Самая ранняя модель была с тремя заклепками на днище, с логотипом небольшого размера и ценой 2 рубля. Металлические диски колес были с имитацией спиц. В задней двери моторного отсека есть перегородка. Второй вариант был точно такой же, но уже с гладкими дисками и без спиц. Третий вариант был с ценой 1 рубль 30 копеек на днище и с логотипом небольшого размера, с цельнопластиковыми колесными дисками, с пластиковым антикрылом сзади и белой деталью на капоте спереди. Для дополнительных деталей на корпусе появляются отверстия. Самый поздний вариант производился уже на измененной пресс-форме и имел на днище крупный логотип с ценой 2 рубля, две заклепки, пластиковые колеса и антикрыло. В моторном отсеке центральная перегородка на двери отсутствует. Также в продаже попадаются эти игрушки без логотипа на днище или без цены. Какой это вариант предсерийный или же наоборот самый поздний точно неизвестно. Порш в моей коллекции судя по перечисленным особенностям относится к раннему периоду производства 70-х годов. Об этом говорят прежде всего металлические диски колес со спицами. Эта игрушка упаковывалась в свою оригинальную коробку, но названия самой машины на ней не было. Надпись была максимально проста – гоночная машина. Но зато ставили штампы с датами и разнообразные технологические надписи на коробке, что позволило примерно узнать период ее производства. Цена на эту игрушку сегодня начинает постепенно подниматься и причину этому банально – их очень мало на рынке. В советское время этот Порш за модель не считали и соответственно дети в песочницах их уничтожали и теряли очень быстро. Сейчас о машинке вспомнили и даже некоторые приписывают ей звание первого советского ремейка, что в принципе имеет свое основание, если посмотреть на довольно сильную схожесть с английской моделью от Corgi Toys. Средняя цена на аукционах колеблется в диапазоне от 20 до 50 долларов. Всем спасибо за просмотр этого видеообзора, за лайки, за комментарии и подписку. Надеюсь было интересно и познавательно. Про этот Порш известно очень мало, и если у вас есть дополнения или более свежая информация, то поделитесь с нами. Всем будет интересно. До новых встреч на моем канале и мирного неба!